Программа для того, чтобы нам, например, записать видео с экрана. Мы нажимаем Recorded Screen, предварительно запустив программу, и у нас появляется вот такая вот примерно надпись или иконка. И здесь уже будет размер, который экрана вы хотите снимать, звук аудио, снимать ли видео или записывать, и записывать ли аудио. Так, теперь я вам покажу преимущества этой программы в монтировании. Я уже сняла два видео, так вот давайте их сюда добавим. Выберем размер 1280 на 720 точек на YouTube, размер 16 на 9, окей. И сделаем полноразмерную картинку, чтобы на весь экран было. И вот так вот до начала пододвинем. Теперь добавим второе видео, тоже вот пододвинем. И тоже сделаем полноразмерным, чтобы все отлично было. Здесь есть желтые полосы вот такие для более удобной ориентации, как бы так сказать. Вот, чтобы все ровненько. Итак, что у нас здесь есть? Давайте я вам покажу видеопереходы. Например, какое-нибудь вот такое вот появление в начале видео. Добавим вот так вот это все. Переход между двумя видео вот такой вот. И в конце давайте добавим такое затемнение. И давайте это все посмотрим. Смотрите, вот так вот видео появляется. Далее вот здесь вот это все получается. Я уже в другом месте показываю. Все замечательно. И смотрите, теперь в конце вот такое вот затемнение получается такое плавное. Вот. Теперь давайте я вам покажу еще один эффект. Точнее не эффект, а такой вот хрень. Смотрите. Мы, например, у нас не работает звук. И мы в начале видео так вот ставим вот такую вот полосочку. Можно мы ее подкорректировать, повернуть вот так вот. И напишем здесь в эти привет и увеличим здесь размер. Будет такая большая. Вот так вот. Все у нас, смотрите, как получается. Здесь пишут привет. И все, мы заходим на сервер. Все это все плавно исчезает. Теперь смотрите. Например, я что-то хочу вам показать. Вот так вот обвести. Нет, не это. Стоп. Назад. Это удаляем. Ну ладно, не важно. Как бы мы тот эффект вам показал. Вот этот эффект обвода. Например. Сейчас покажу, где это все может применяться. Так. Заходим. Так. Вот здесь сейчас нам надо. И мы этот эффект вот так вот перетаскиваем. И его уже показываем. Замечательным образом. Вот. То есть мы заходим в игру. И у нас показывает то, что вот. Это на этот сервер. Или мы же можем вот этот вот размер увеличить. Чтоб нам было. Чтоб всем было видно, что вот этот вот сервер конкретно. Вот так вот. Так. Теперь давайте я вам покажу. Я вот захожу на сервер. И здесь я ввожу свой пароль. Так. Здесь меня звук. И сейчас я ввожу свой пароль. И я поставлю эффект затуманивания такого. Вот. Только надо вот снимать как бы с предыдущего эффекта. Чтобы он новый накладывался. И вот так вот его сюда добавлю. Чтобы вы не видели мой пароль. Вот таким вот образом. Вот. То есть я тут ввожу пока пароль. Это все можно вот так вот растянуть. Пока я введу пароль. Видите? Ничего не видно. Вот так вот подрегулируем прям в прямом эфире. Так. Теперь. Например. Вот так вот увеличим подольше. Все. Я вошел. Можно этот эффект вот здесь вот убернуть. То есть смотрите. Вот. Я ввожу пароль. Все. Пошел. Эфир исчез плавно. Смотрите. Теперь еще один эффект. Это увеличивание картинки. Так. Сейчас мы промотаем до нужного момента. Где я показываю свои ресурсы. Своим зрителям. Вот. И мы ставим вот так вот здесь все регулируем. У нас видео увеличится. Все конкретно можно будет разглядеть. И теперь мы смотрим. 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 Здесь я все показываю. Показываю. Все. Я вышел. Все. Видео полноразмерное. Ставим. Ставим. Все увеличиваем. Как надо. Подрегулируем. Вот здесь вот уже конкретно можно. Все. Это просто и удобно. У нас появилось две таких точки. Которые мы можем, кстати, перетаскивать. Как долго вот это вот будет проявляться. Как бы сквозь-сквозь увеличиваться. Смотрите. Уже все начинает увеличиваться. Вот. Это все, естественно, понятно. И также вот такая вот. Как это все будет исчезать. Уменьшаться медленно. Вот так вот все. Вот так я, пожалуй, оставлю. И это, наверное, все. Я вам показала различные эффекты. Можно ставить текст или выделение. То есть, например, вот смотрите. Это же... Это же эффект. Это же сундук. Мы его ставим вот так вот. И тоже корректируем здесь время. Если бы это было удобно. Жаденькое что-то. Или просто, я не знаю. Вот. Давайте, например, здесь вот еще раз попробуем сделать увеличение. Я здесь, допустим, что-то пишу. Так. Так. Вот. И мы хотим увеличить, чтобы нашим игрокам было видно. Зрителям, точнее. Так. Мы смотрим. Тут пишем что-то. Все. Мы написали. Можем увеличивать обратно. Все. И у нас получилось все. Замечательно. Чуть-чуть можно подрегулировать этот размер. Так, смотрите. Вот. Все отлично получилось. Мы можем показать, что мы написали. Или еще что-нибудь. Я извиняюсь, что немного тихо говорю. Просто личные проблемы. И мы конкретно разобрали все разные штучки в Camtasia Studio 7. Поточнее. Вот. Еще одна фигня осталась. Это Produce and Share. То есть, как мы сохраняем. Вы увидели, куда я нажал. Выбираем, что мы сохраняем. То есть, мы сразу загружаем на YouTube. Или сохраняем в качестве 480p. Или в 720p в HD. Вот так вот. Мы нажимаем. Далее. Выбираем папку, в которую должно это все сохраняться. И нажимаем готово. И у нас пошел процесс сохранения. Так, я промотаю его и вернусь к вам, когда уже закончится. И так, у нас уже заканчивается сохранение. Но прошло довольно быстро, за минуту. Все. Сейчас проходит рендеринг. И скоро он закончится. И наше видео будет готово. Все. У нас показалась информация. И запустилось видео. И мы уже можем его посмотреть.